Всем привет, вы попали на канал НИЧАЙ, и я НИЧАЙ, а вы НИЧАЙ-ЗРИТЕЛИ. Наверное, вы заметили, что в России идет чемпионат мира. Отвлечься надолго невозможно. И у меня не выходит никакого контента по этому поводу. Я не бываю на стадионах, я не хожу в какие-нибудь бары. Я общаюсь практически с иностранными болельщиками. Это все из-за того, что я, во-первых, не люблю выходить на улицу. Слушай, а что это? Реальный мир? Жесть. А во-вторых, я постоянно работаю во время матча чемпионата мира по футболу. Работаю я в паблике ВКонтакте, Матч ТВ. Я провожу прямые эфиры. Охуенно! Прямые эфиры? Ничего страшного. И, возможно, некоторые это замечали. В инстаграме я иногда это анонсирую. Подписывайтесь обязательно. Но некоторые начали замечать, что я где-то непонятно где начинаю ссориться с Александром Викторовичем Бубновым. Всем двойки. И никто ни хрена не понимает, что это за вырезки, нарезки, почему Бубнов орет на меня, почему я его злю. Это все происходит как раз таки в паблике ВКонтакте, Матч ТВ. В прямом эфире мы работаем практически перед каждым матчем и после каждого матча. Естественно, Александр Викторович на меня злится. Естественно, я его злю. Но если записи эфиров во время плей-офф, как мы ругали, спорили и юморили с другими гостями, если вам понравится этот формат, если вы поставите лайки и скажете в комментариях, что давай, не чай, руби дальше такие нарезки, то я обязательно вам покажу. Ну а пока... Мы возвращаемся в студию прямого эфира Матч ТВ. Я сейчас не озвучиваю, да? Вы угадываете. Но я не буду сразу же говорить слово, которое у меня ассоциируется с этим парнем, но он любит поменять прически. Он, знаешь, это его стиль. В честь него у меня есть гимн. Ку-ка-ре-ку-у-у-у-у-у. Наши зрители догадались, что это Неймар. Ура! Вот! Вот! Вот она фамилия, которую я ждал. Это человек, который каждый прямой эфир считает, что я обкакался. Серка Рамоса. Лучший защитник в мире, я считаю. Три лиги чемпионов выиграл. И во-вторых, ты никогда не смотрел, как он голы забивал? Я вообще поразился. А я даже не знаю, за какую команду. Он больше... А что ты здесь делаешь тогда? Хуй его знает. Я тут футбол смотрел, приживал за сборной России. Если ты не знаешь ничего о футболе, то тогда еще спорил со мной. Да еще... Извини меня, обкакался. Ну так я вас пригласил, чтобы вы меня... Обкакался. Нет, у меня еще диван белого цвета, все хорошо. Нет, чтобы сказать, давай, ладно, поспорь. Он хочет забрать у меня 100 тысяч рублей? Поспорить хочет. А вы готовы поспорить со мной? А ты готов поспорить? Я? Да. Да, готов. 100 тысяч рублей. А что ты смеешься? Посмотрите на меня. Я в трениках сижу. Нет, нет, поэтому 100 тысяч, а так бы я миллион предложил. Я только на это согласен. А на поджопник? Нет, нет. Если буду бить в таком возрасте, тебя бить, я по мячу лучше. А то есть деньги у меня забирать нормально? А деньги, деньги это как вот сейчас играют на букмекеры, на тотализаторы. Это вот такая игра. Вот постоянно Александр Викторович требует от меня, чтобы я с ним поспорил. Но зачем? Зачем мне это делать, если всю свою интуицию и уверенность в матче я выкладываю на сайте 1xbet? Потому что там большие коэффициенты, быстрый вывод средств, огромнейшее количество спортивных дисциплин и множество вариантов, на что поставить именно во время матча чемпионата мира по футболу. Поэтому за это 1xbet мой главный спорщик со мной. Ссылка внизу в описании. Не, ну мы договорились, нет? Нет. Он постоянно на меня кричит и он не знает, что в русском алфавите есть буква «Р». Между прочим, послушай меня, ты тоже должен вести себя как комментатор объективный, а не болельщик. А кто ты? Я болельщик. Какой ты болельщик? Вон иди на стадион тогда и болей. Купите мне билет. Вы у меня 100 тысяч почти забрали перед матчем. Чего? Интернет сейчас знаешь сколько? Вот именно, ты на 100 тысяч поспорить не можешь. Не спорил, да. А ты знаешь сколько в интернете? А вы мне еще и билет предлагаете покупать. А ты знаешь сколько в интернете сейчас посмотрят люди? Так, сколько? Миллион. И что, мне с каждого порублю все? Денег нету, что ли, да? А вы мне предлагаете зрителей забирать деньги, что ли, кошельки у них? Иди к ребятам с Матч ТВ попроси, они тебе дадут. Матч ТВ. Я напоминаю, мы в прямом эфире на Матч ТВ в паблике. Если бы я расшифровывал эту игру, двойки бы никто не получил. А мне бы сколько двоек поставили? На тебе единицу поставить, как ты ведешь репортаж. Я сейчас сделаю вещь, которую сейчас делает, мне кажется, любой болельщик сборной России. Я переобулся. Все. Похоже, я сейчас уйду из студии. Ничего, эфир не пропадет. Черчесов гений. Вы согласны со всеми моими тезисами? Не с одним. Ну, началось. Ну, как так? Да вы верили в Саудовскую Аравию, небось. Это ты про... Я удалил эфир, вы теперь не докажете никак. Ты побоялся. Ты чемпион! 5-0! Настолько не солидно себя ведешь. Даже признать не можешь то, что отказался. Я король прогнозов. Если я считаю, что сборная России сейчас лучшая сборная в группе, значит, я дурак получается, как болельщик. Ну, конечно. Да нет. Знаешь, Атем... А что ты смеешься? Атем, Атем, послушай, тебя просто, знаешь, как говорят иногда, эфория захлестнула. Ты эфория знаешь, куда можно попасть? Так, в психушку. Ну, дайте ему порадоваться, что... А вы откуда знаете? У вас была такая эфория? Да, Атем, да вот спроси, а когда наша сборная последний раз 5-0 выиграла? Опа! А когда? Так и не вспомнил. Вот и я не вспомню, поэтому давайте порадуемся. Вы в углу, видите? Мы вас зажали. Вы не знаете, как выйти. Два на одного. Что вы можете ответить? Ничего. Смотри, раздухарился. Мы с тобой по-разному футбол смотрим. Ты как болельщик, а я как специалист. Почему вы-то не можете выключить эксперта и порадоваться? Да нет. А зачем эксперта выключать? Потому что он хмурый, серьезный, сейчас такой сидит, бабуська. Не будьте бабуськой. Мы футболистами были, мы все это знаем. Меня больше интересует, почему вы в форуме сборной Испании? Мне эту формулу подарили, когда сборная Испании стала чемпионом мира. То есть, и место снял, и вам сразу отнес. На трибуну. Мне привезли, да. И с тех пор вы не снимаете, эту формулу? Я не снимаю, я ее храню. Специально меня травишь, что ли? Тренер в лотаре. Тренер в лотаре? Да. Вы про Черчесова или про Лапетеги? Про Лапетеги. А в лотаре не тренер получается? Я не воспринимаю в лотарей как тренеры. Когда он работал тренером в других клубах, я не знаю, что Реал. Реал, руководство там что, с ума сошло. Так что испанцы, испанцы сейчас, убрав Лапетеги за его поступок, что он так себя повел, они еще сильнее будут. Чего ты смеешься? Мне очень нравятся ваши мысли. А вопрос от Дмитрия? Это не мысли, это на самом деле так. Это для тебя мысли. То есть вы не мыслите, вы считаете? Я говорю то, что есть на самом деле. А, это прописные истины. Я понял. Мы должны записывать ваши. Ну ты-то да, ты точно, потому что ты болельщик. Так, вопрос от Дмитрия из ВКонтакте. А кто кручет? Криштиан Роналду или Месси? Их нельзя сравнивать. Дмитрий сравнил вот. Ну вот, потому что он болельщик. Это разные игроки и оба звезды. Вы не любите болельщиков, что ли? Лучше на пустых припустых трибунах бы происходило в матче. Да нет, я тебе не об этом говорю. Вы так сказали, болей как штамп, болельщик. Ты вопрос задаешь профессионалам, тебе профессионалы отвечают. Какой-то непрофессиональный ответ. А? Непрофессиональный ответ, непрофессиональный вопрос, а не ответ. Неужели ты думаешь, что я в 63 года буду бить тебя под жопную? А если ударю, то ты калекой можешь стать. Вот это будет прикольно. Это будет смотреться зато. Очень интересно. Тут ты прославился на весь интернет. Ты запомни, у меня, когда я играл, у меня один из самых сильнейших ударов был. Именно по мячу или по попе? По мячу. По мячу. А твоя задница, это как мяч будет. Потому что ты проиграл его. Кому проиграл? Мне. Я вам не проигрывал. Проиграл, мы по спорю. Нет, не проиграл. Не проиграл, не проиграл. Пап-дэ, п-п-дэ, п-п-дэ. Мы обыграли Египет 3-1. Давай, выбирай, как тебе пробить щечкой, шведой. Подъемом. Подъемом или с лёдом. Или классическим. С лёдом. Или классический. Подкиньте. Простите. Глад. Аааа. У тебя после поджопника может плохой показатель быть мочи и кала. Тебе надо было с ним на бабки поспорить. Сейчас у Дутия... Ну, дига, не спори я на бабки. Вы только о бабках думаете, что ли? Вот у вас бабки, бабки, бабки. Это самое нормальное. А вот то, что тебе били, это позор. Позор, позор. Это весело. Чем мучить Александра 8 часов, если машина за 20 минут это всё сделает? Старик, машина бездушная хрень. Александр тоже не улыбается. Вдруг он тоже машина. Я боюсь. Слушай, что да. Ты так сейчас осуждаешь, как будто ты Милан когда-то тренировал. Ты же в дворовую команду была. Я тренировал просто в компьютерной игре, а сейчас мы выходим на рекламу. А что ты сразу? Как вот уснуть в такие моменты? Сериалов-то не было тогда, понимаешь? ОСП-студии тоже не было. Не было, не, не было сериалов. Я под ОСП-студию всё время засыпаю. Скотина. У них соотношение. Так они их не обыграют. Давай поспорим. Давай. Да что ж такое? Да перестань уже не спорить. Почему каждый разговор с вами заканчивается спором? А потому что ты не в вкусе, Вера. Такая пауза, я уже думаю, что я сейчас услышу. Знаешь, как братва говорит, пацан сказал, пацан сделал. А ещё знаете, как про спор говорят? Кто спорит, тот не очень хороший. Давай, заду вопрос. Александр, вы разбираетесь в кричалках? Нет. Я эксперт кричалок. Россия лучшая, Россия класс. Кто не верит, тому сразу в глаз. Зюба красава, Черышев фаворит. Наша сборная просто динамит. Ну вот из-за того, что сразу в глаз, это очень агрессивная кричалка, поэтому тройка. Вам не нравится? Ты прям как раз про футбол. Ну если тебе в глаз дадут, тебе понравится? Если вы дадите ему, возможно, я прочувствую. Если я дам, то ты без глаза останешься. Да что ж такое-то? Вы мне угрожаете, по-моему. Сейчас видеоопределение. Это кричалка угрожает. Я сколько сегодня получил за эфир? Четвёртку. Всё, ребята, пора заканчивать, пока я ещё не облажался. Я вместе с вами закончу этот эфир. Друзья, спасибо большое, что сегодня были с нами. Ты лучше наших сыграл сегодня. Ну что, получилась вот такая вот смесь руганий, смехотворности и непонятно чего. Многие меня обвиняют в том, что я не уважаю Александра Викторовича, что я вообще ругаюсь, зачем, какой я идиот. Друзья, это всё правда. Я его не уважаю. На самом деле это шоу, после эфиров мы постоянно спокойно встаём, жмём друг другу руки, общаемся. И он харкает мне в спину, но эта харча, я чувствую, она тёплая, она дружелюбная. Чтобы понять, что вам понравился этот формат, то давайте наберём, ну, 10 тысяч лайков. Я выпускаю вторую часть всех споров, руганий, всё самого интересного, что происходит в прямых эфирах в паблике ВКонтакте Матч ТВ. Обязательно смотрите, можете в прямом эфире, но это, конечно, нудно, долго, скучно. Мне не обязательно это делать, а Матч ТВ мне за это не заплатил, поэтому делайте, что хотите, друзья. Просто нажмите на колокольчик, и вы не пропустите вторую часть всех ругань, споров и так далее. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла.